Привет, меня зовут Елена и я дошкольный педагог-психолог. На этом канале я рассказываю о дошкольной педагогике и психологии и делюсь практическими навыками. Мы обсуждаем, как отучить ребенка от памперса, как научить детей читать и что делать, когда приходит время детских кризисов. Ну и о многом другом. Этот декабрь будет совсем необычный. Мы с вами сделаем свой адвент-календарь. Каждый день будет выходить новое видео. Мы будем говорить о новом годе с детьми, поэтому обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. Наверняка ваши дети уже интересовались, почему Новый год отмечают именно 1 января, почему на елке висят именно шары, а не что-то другое. Если ваши дети уже задавали эти вопросы, сегодня мы вместе с вами найдем на них ответы. Новый год начинается в Тихом океане, и первыми его встречают на островах Лайн. Время от Гринвича на этих островах отличается в плюс 14 часов. А позже всех Новый год встречает население американского Самоа. Часовой поезд UTC минус 11. И у тех людей, которые встречали первыми Новый год на островах Лайн, уже 2 января и 1 час ночи. Если вы хотите поддержать выход этого адвент-календаря и виртуально угостить меня чашечкой кофе, который я очень люблю, под этим видео в описании будет ссылка на Patreon и Boosty. Стихотворение «В лесу родилась елочка» зачинила поэтесса Раиса Кудашова. Она и понятия не имела, что ее стихотворение стало всенародной любимой песенкой, пока однажды она ее случайно не услышала от какой-то девочки в поезде. В Голландии детей поздравляет не Дед Мороз, а Синтерклаас. И делает он это не в Новый год, а в свой собственный день – 5 декабря. Накануне он прибывает на корабле из Испании и потом скачет по крышам, заходит в дома через домоход и оставляет детям подарки в детской обуви. По-своему отмечают Новый год и кубинцы. 31 декабря они наливают воду во всю посуду, которая есть в их доме. И после полуночи выплескивают эту воду, тем самым смывая грехи. По легенде, елочные шары появились в 1748 году. До этого елку украшали настоящие яблоки. Но в этом году случился их неурожай. И тогда стеклодувы решили заменить яблоки стеклянными шарами, чтобы хоть что-то было, что можно повесить на елку. Наступление в России Нового года отмечает бой курантов. Но знали ли вы, что Новый год наступает не с последним боем курантов, а с первым? Когда куранты заканчивают бить, уже прошла целая минута Нового года. Вы, наверное, знаете, что раньше елку украшали настоящими свечами. И так как это было очень пожароопасно, возле каждой елки стояло ведро с водой. В Испании существует новогодний ритуал исполнения желаний. Нужно съесть 12 виноградин, пока часы бьют 12 ударов. На каждый удар нужно съесть по одной виноградине. В испанских магазинах даже уже продаются, очищенные от кожуры и косточек, 12 виноградин на Новый год. Некоторым людям повезло, и они могут встретить Новый год три раза за один час. Из-за того, что часть австралийских территорий переходит на летнее время, почти каждый регион живет по-разному времени. И в нескольких местах, где находятся границы трех регионов, можно встретить Новый год трижды за одну ночь, просто сделав один шаг в сторону границы другого региона. А вы знали, что у Деда Мороза есть дата его рождения? Он родился 18 ноября, а Снегурочка родилась в ночь с 4 на 5 апреля. Мы привыкли к обыкновенной традиционной рождественской елке. А знали ли вы, что в Средневековье елку крепили на потолок, да еще и вверх ногами? Просто так, ради веселья! Если вы хотели когда-либо сменить имя, но вам нравится слишком много вариантов, отличным решением будет отправиться в Микронезию. Ведь там в Микронезии люди придумывают себе каждый год новые имена. Эти имена они не записывают в паспорт, а просто сообщают своим родным и близким. Это делают, чтобы запугать злых духов. А знали ли вы, что в старину было принято не ждать подарков от Деда Мороза, а дарить ему свои? Реклама нас приучила, что главный напиток Нового года – это Кока-Кола. И так, наверное, происходит почти во всем мире, но только не в Швеции. Потому что в Швеции в период Рождества падают продажи Кока-Колы и возрастают продажи своего собственного новогоднего напитка Юлбус. Чем-то он похож на Кока-Колу, но все же отличается. По вкусу он несколько пряный. А знали ли вы, что оленя Санта-Клауса – не самцы, а самки? В период Рождества самцы оленя скидывают свои рога. И самки оленя в этот период выручают Санта-Клауса и помогают ему развозить подарки. А вы знали, что Деды Морозы разных стран мира отправляют в период Рождества более миллиона ответных писем детям. Мы с вами тоже обязательно напишем с ребенком письмо к Деду Морозу. Это были необычные факты про Новый год, которые вы можете рассказать своему ребенку и поделиться ими в компании на рождественском ужине. Уже завтра мы с вами откроем новое окошко адвент-календаря и начнем самое главное обсуждение для родителей, что же подарить своему ребенку. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Встречаемся завтра в это же время на этом же канале. Пока!